Рост уровня внешнего государственного долга – серьезная угроза для суверенитета любой страны, считают таджикские аналитики. Рост внешней задолженности перед Китаем и другими кредиторами, безусловно, потенциально серьезная проблема, особенно для страны с относительно малой экономикой и неразвитым потенциалом экспорта и получения валютной выручки, сообщил независимый эксперт в области макроэкономики Сабир Курбанов в интервью журналу «Икти Сочи». Также Курбанов предупредил о возможных последствиях иностранных займов. «Я экономист и не хочу спекулировать категориями политики, однако в случае дефолта по долгам, в том числе двухсторонним перед Китаем, в силу вступают самые разные варианты реструктуризации и обслуживания, в том числе так называемый обмен долга на собственность, а с другой стороны лишает страну источников экономической прибыли. Кроме того, высокий долг отвлекает ресурсы бюджета, при том, что сейчас уже до 10-20% текущих доходов в Таджикистане уходит на обслуживание внешнего долга», — заявил он. «Напомним, что по состоянию на 1 января текущего года государственный долг Таджикистана составил 2 миллиарда 924 миллиона долларов, из которых 1,2 миллиарда долларов перед китайским банком «Эксимбанк», а все остальные перед другими финансовыми организациями — Азиатский банк, Всемирный банк и другие». Кроме того, согласно плану правительства Таджикистана, в ближайшие три года власти намерены привлечь еще 714 миллионов долларов процентных кредитов. Следует заметить, что иностранные займы под ростовщический процент является одним из самых больших грехов ислами, не говоря уже о том, что они традиционно используются крупными державами для экономического колониализма в отношении мусульманских стран. Напомним также, что в 2013 году режим Рахмона уже передал Китаю в счет долга 1158 квадратных километров территории Таджикистана.